Осталось чуть меньше месяца до главного политического события этой осени – единого дня голосования, назначенного в этом году на 8 сентября. Кроме выборов депутата республиканского парламента, в нашем регионе намечены еще избирательные кампании разных уровней. В Общественной палате Карачаева-Черкесии прошло заседание общественного штаба. Участники встречи обсудили ход мероприятий, нацеленных на обеспечение прозрачности и законности предстоящих выборов. Ахмат Халкечев продолжит. Избирком республики зарегистрал пять партийных списков от КПРФ, Единой России, Гражданская платформа, Справедливая Россия и ЛДПР, в которых 301 кандидат. Работа предстоит очень важной. Осталось до выборов совсем-совсем немножко. Поэтому, понимая важность момента, у нас присутствуют еще и помимо членов штаба, еще и наши наблюдатели. Высокий уровень готовности избирательной системы региона отметил и член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, который принимал участие в совещании по ВКС. Практически все участки будут оснащены системами видеофиксации. Общественные наблюдатели будут присутствовать и на участках, организованных в местах временного пребывания избирателей. Завершен период выдвижения регистрации. Мы уже отмечали, что отказов не было, что говорит о том, что партии самовыдвиженцы ответственно подошли к подготовке документов и не огорчили избирательную комиссию. Поэтому процесс идет строго в правовых нормах. Голосование в Карачаево-Черкесии будет идти в течение трех дней. Кроме выборов депутатов республиканского парламента, в регионе намечены избирательные кампании разных уровней. Обновятся составы ЗАГС-собраний в девяти районах. И в стольких же поселениях пройдут дополнительные выборы. А также в пяти сельских поселениях пройдут основные выборы. Ахмат Алкищев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия.